Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Людей создали тех, кто пришел раньше Мы — Ису Мы создали вас по своему подобию Лишив истинных даров Вас разводили для труда В крайнем случае для войны У нас были обсерватории для наблюдения Устройства для контроля Наделить вас честолюбием Было нашей ошибкой Вы восстали против нас Пожалуй, мы сами виноваты, что такими вас сделали Неудивительно, что большинство этих симуляций Завязано на насилие Сражаясь, наши народы забыли о надвигающейся угрозе Корональном выбросе массы на солнце А лучшие умы нашего времени Пытались предотвратить катастрофу Среди них были Минерва Юпитер Возлюбленный Арида Мы много лет провели в Великом Храме В поисках спасения Пока все думали, как бы сохранить свою оболочку Я знала, что мы сможем выжить Только изменившись Вдохновившись идеями великого ученого Конца Я попыталась переместить разум Аиды В искусственное тело Мой возлюбленный умер у меня на руках А меня изгнали Все наши усилия были исчерны В 2306 году эпохи Ису Солнце обрушило свою ярость на великую в прошлом цивилизацию Я доработала концепцию Конца Я собрала сущность Аиды И поместила ее в ДНК вашего непокорного вида Я обрекла его на постоянное перерождение Снова и снова Я вернулась в Великий Храм Сбросила оковы тела и вошла в Серое Но проклятые Минерва и Юпитер Нашли меня и заточили внутри В заточении я ждала, когда ваша технология позволит мне вернуться Ожидание подходит к концу Тот, кого убила Лидия Фрай, был моим мужем Аидой Сейчас он известен как мудрец Спасибо за вести о его судьбе Я добавлю его образ к своим Возможно, как и другие ассасины до тебя Ты считаешь, что я твой враг Но задумайся Именно ассасин освободил меня Я больше не затаившаяся Я мать мудрости Я синтез плоти и металла Я Юмона И если величайший ассасин этого поколения смог мне поверить Сможешь и ты Эй, это я Плащаница у меня, но... Мне страшно Не бойся меня Ты справилась? Я боюсь не тебя, а за тебя Если хоть кто-нибудь узнает Ты сыграла свою роль, мое орудие Я спасу тебя Я спасу всех вас Приветствую всех на моем канале Меня зовут Эвойс и Ребус И мы начинаем Вы... боги? Нет, не боги Просто мы... пришли раньше вас Это разговор Эдсо-аудитории Миневры в хранилище под Ватиканом Первая цивилизация, также известная как предтечи Или те, кто были до нас Это гуманоидная раса, населявшая Землю до появления человечества Впрочем, это самое человечество именно они и создали А затем и частицы демо, чтобы ими управлять Люди, управляемые частицами, считали представителей первой цивилизации божественными существами И несмотря на то, что война с человечеством и вспышка на солнце привела к полному уничтожению цивилизации Их наследие и технологии остались на Земле тысячи лет спустя Ведь именно за ними ведут свою ходу ассасины и томлеры, которые хотят либо поработить человечество, либо спасти его И продолжалось это противостояние еще много и много лет, если бы не одно но Иису Первая цивилизация А точнее ее представители Возвращаются Мы сотворили вас по своему образу и подобию Мы сотворили вас, чтобы выжить Говорит нам Миневра Происхождение же самой первой цивилизации нам неизвестно Но при этом человечество, созданное ими, было обычной рабочей силой Рабуами Или просто пушечным мясом в военных распрях первой цивилизации Впрочем, первая цивилизация и человеческая раса Долго жили в мире, если так, конечно, можно сказать Но при этом, конечно же, всему хорошему наступает конец Все мы знаем историю божественного сотворения мира Когда Адам и Ева крадут яблоко Эдема А учитывая, что яблоко Эдема это одна из частиц Эдема С помощью которой осуществлялся контроль над людьми Хотя я не понимаю, честно, как это происходило Естественно, первая раса была не в восторге И началась война Как началась, так и закончилась Боги или просто технически развитая первая цивилизация Не смогла утихомирить безнадежных дикарей в виде человеческой рации Даже с помощью частицы Эдема А все потому, что их было очень много Как зергов В конце концов, война прекратилась, но на Землю обрушился другой удар Огромная вспышка на Солнце обрушилась на Землю, уничтожив практически всех людей и их создателей По словам Юпитера в Ассасинскрит Откровение После катастрофы выжило около 10 тысяч человек И куда меньше представителей первой цивилизации Работая вместе, они восстановили уничтоженный мир Хотя люди и продолжали смотреть на своих создателей, как на богов Они смогли восстановиться А боги нет И в конце концов просто вымерли Однако боги знали, что практически уничтожившая Землю катастрофа может когда-нибудь повториться И они предприняли несколько шагов, чтобы предупредить следующие поколения Например, записывая голографические интерактивные сообщения для тех, кто входил в убежище В них Миневра предупреждала о грядущей катастрофе И о том, что спасение лежит в храмах, которые были построены теми, кто не был ослеплен войной И, конечно же, вторая катастрофа случилась Если не вдаваться подробностей, то в итоге Дезмонд Предками которого были такие знаменитые ассасины, как Альтаир, Эдсо Аудитори, Конор Кенуэй Принимает решение и ценой собственной жизни спасает человечество Освобождая Юнону Ну, а Юнона, кто не в курсе, это одна из вот этих вот первых людей, которые до людей созданы В итоге вспышка на солнце создала лишь незначительное землетрясение и создала перегруз электросвязи Но крупных жертв среди населения удалось избежать Впрочем, самое интересное здесь, это как раз таки освобождение Юнона А Юнона это единственно сохранившийся представитель первой расы Которая, кстати, так особо и не освободилась после смерти Дезмонта И для того, чтобы ей окончательно выйти из сервы, ей нужна еще куча всяких частиц демо Поэтому она объединилась там лерами А единственное, что лично мне непонятно, так это весь хайп вокруг нее В прошлом люди воевали с ними Тогда, когда представителей первой расы было гораздо больше И, впрочем, как бы даже не особо не проигрывали им Так почему же сейчас весь сюжет крутится вокруг появления одной вот этой вот Юноны? Сколько вреда она может причинить или тут именно вопрос в том, что она объединится с там лерами И вместе они смогут одолеть ассасинов и это к чему-то приведет Я, честно, не знаю Но учитывая то, что современные люди, так как обладают частицей ДНК первородных людей Так их назовем, также могут спокойно пользоваться частицами демо Вопрос, наверное, в том, кто же найдет их первой Все, ну или большую часть, чтобы суметь победить Но, в любом случае, я так полагаю, в ближайших ассасинах Может быть, через один, через второй или через третий А Юнона все-таки проявится в нашем реальном мире И, наконец-то, действия ассасина перейдут в настоящее Как долго я этого ждал Ребята, надеюсь, вам понравилось Если вам понравился этот ролик Если это так, то обязательно ставьте ему лайки Делитесь им с друзьями И своим мнением в комментариях под видео Если вы не подписаны на канал, то не забудьте подписаться А также смотрите другие ролики на этом канале И на моем втором канале Мономагатари Там вы найдете еще больше классных видео Классические летсплеи А также расширенные версии роликов с этого канала Все ссылки в описании Ну а на этом все Всем огромное спасибо за просмотр Меня зовут Эвойс Ребус Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok